Верному другу цены нет. Пословица. Настоящий друг. Была весна, а Миша очень ждал лето. В июне ему исполнилось 12 лет, и родители обещали подарить ему на день рождения новый велосипед, о котором он давно мечтал. Он хорошо учился в школе, и мама с папой, а иногда и бабушки с дедушками давали ему деньги в качестве похвалы за отличное поведение или хорошие отметки. Миша не тратил эти деньги. Он их копил. С начала учебного года у него накопилась значительная сумма, и мальчик хотел предложить родителям эти деньги, чтобы они купили ему велосипед раньше дня рождения. У Миши был лучший друг. Его звали Пашка. Они сидели с ним за одной партой и были, как говорили учителя, «не разлей вода». Пашка был старостой в их классе. На майские праздники их классная руководительница Наталья Григорьевна предложила сходить всем классом в цирк, а деньги на билеты поручила собирать старости. Паша был прилежный мальчик. Он не только записывал, кто сдал деньги на билеты, но и аккуратненько складывал все деньги в пакет, а потом прятал их в своем рюкзаке, чтобы не потерять. И вот, когда до праздников оставалось всего ничего, Пашка потерял этот пакет. Он отлично помнил, как положил его в рюкзак, а потом побежал с мальчишками играть в футбол на школьном стадионе, а рюкзак так и остался в раздевалке. Он вытряхнул все содержимое рюкзака на пол и перебирал каждый листочек в каждой тетрадке, надеясь увидеть там пакет с деньгами, но никакого пакета и в помине не было. Вот мне влетит и от ребят, и от классной. Ну, вот что теперь делать, сказал Пашка. Может, объявление дадим? Так, мол, и так потерян пакет с деньгами. Ведь это ж какая сумма! Да кто тебе поверит, ответил Миша. Миша на минуту задумался, потом громко хлопнул себя по лбу. Как я сразу не догадался! Жди меня здесь, скоро буду! Крикал он Пашке уже в дверях. Через полчаса Миша вернулся со своей копилкой, высыпал ее содержимое на скамейку. Сколько надо? Паша отчитал нужную сумму, остальное вернул Мише. Миш, ты знаешь, я всегда знал, что ты настоящий друг. Больше мне и сказать нечего. А дарил Мишу улыбкой Пашка. Она что, копил? Добавил он. Да, уже не важно, с легкой грустью ответил друг. Вечером мама заметила, что копилка почти пуста. Она позвала в комнату Мишу. Не удержался? Потратил, да? Потратил. А на что? Да понимаешь, мам, Пашка, как наш староста должен был собирать деньги на цирк. Он их собрал, а потом потерял. Вот я ему и отдал. А точно потерял? Точно. Пашка бы никогда меня не обманул. Я это точно знаю. Ну ладно, отдал так отдал. А вообще, ты знаешь, Миш, ты поступил как настоящий друг. Вот и Пашка так сказал. Ну, значит, так и есть. На следующее утро Миша проснулся от какого-то странного звука. Он открыл глаза и увидел, как папа опирается на руль новенького блестящего велосипеда и звонит в звонок. Папа, вы купили мне велосипед? Но ведь до моего дня рождения еще больше месяца. Да и не заслужил я. Деньги вон взял и отдал. Как раз и заслужил. Чего до лета ждать? Снег-то почти растаял. Беги к Пашке и зови его скорее кататься.